Моторный цех ОМЗАП Долгопрудный. Программа очевидная, невероятная. Сегодня мы с вами поговорим о надежности современных корейских дизелей. На примере хорошо известного в узких кругах двигателя. Как Anwar называется двигатель? D4HE. Напомним, что это последняя генерация двигателя дизельного. Поподробнее о моторе. Это у нас Santa Fe 21 года двигателем D4HE. Пробег чуть более 70 тысяч привезли двигатель нам с другого города на капитальный ремонт. При вскрытии мы обнаружили вот такие задиры на первом цилиндре. Сразу надо добавить, что это не первый двигатель, не второй, не десятый, который мы ремонтируем в данной модели. И вот это уже неисправность, повторяющаяся. У них бывают проблемы. Проседают гильзы, так как нет упора ни сверху, ни снизу. И чаще всего приезжают к нам, а то, что начинают газить и просаживаются гильзы. Ну как и в его случае, вот видно, пошел процесс. Гильзы начинают просаживаться. Как здесь, если заметить, а вот здесь по-другому. Давай к конструкции блока маленечко поподробнее. У нас алюминиевый блок цилиндра с чугунными гильзами. Как я до этого говорил, что нет упора ни сверху, ни снизу. Просто запрессованный. В целом, как мы и покажем, имеются два баланс-вала. Вот один сверху, а другой чуть выше. Масло форсунки, но все как обычно. Ничего здесь, ничего нового, удивительного нет. Дальше переходим. Начнем с самого, наверное, гостяной программы, который... Да, давай сразу. Вот. Это поршень первого цилиндра. Вот что с ним случилось. Но это произошло из-за топливной форсунки. Это уже не первый случай. Именно проблема из-за топливной форсунки происходят. Прогорает поршень, вот он плавится и... Естественно, не столько попадает в масло, да, это все там перемешивается со стружкой. Да, картерные газы уже. Он начинает, не снимает масло, он выкидывает его в коллектор впускной, и все это пошло. И также страдает всегда, когда прогорает поршень, страдает турбокомпрессор. Если присмотреться, видно... Там, смотри, поел эти... Лопатки, да. И вот он, как... Что с ним... Если видно, как шатается... Болтается, да. Да, да. Так же у него есть и продольный люфт. Угу. Турбокомпрессор у него вот цельный идет, у этого двигателя, вместе с впускным коллектором. Такая вот конструкция... И здесь много элементов таких, да, которые как бы надо менять в сборе, да. В сборе, да. Так же, как и вот валы шестерни, которые сидят на горячую. Я не знаю, если их выпрессовать, потом как они вообще конструктивно соберутся обратно. То есть распредвалы запрессованы в постель распредвалов. Видите, вот он не выглядит, никак не распредвал. Деталь идет в сборе. Да. Поддон также алюминиевый. Да. И алюминиевый. А он из пушки и пудры. Как поршня. Коленвал у нас тоже пострадал, так как была пыль в картере. И, соответственно, насос напушился. Это все из турганины. И вот есть небольшие задержки на шейках. Шатуны в основном. Слушай, ну и что, вот как ты считаешь, полировать уже здесь, наверное, бессмысленно. Смотри, какие они. Ну мы сначала, конечно, попробуем. Если уйдут риски, то... Получается, одна шейка серьезно пострадала. Да, вот четвертая, нет, вот вторая, третья, они все пострадали. Ну да, тут уже... Опять же, вот эта шестерня, которая приводится в движение, то есть приводит в движение масляный насос и балансовые. Был случай у нас уже тогда, мы показывали, был у нас этот короткий ролик. Это провернулось. Да, она тоже садится на горячую здесь. Никаких там ни шпонок нету, никаких креплений. Она посажена на горячую и приехал автомобиль, она у него болтается там, то есть на колене. Ну вот интересная конструкция масляного насоса. Он же масляный насос, он же и вакуумный насос. Вот это у него, получается, закачивает масло. Производительность происходит в этом. А здесь происходит вакуумный насос и, получается, все в сборе. Слушай, интересно. Ну да. Получается, трубка выходит вот оттуда. Вот ее трубка. И получается, вот здесь стоит корпус масляного фильтра. И происходит у него в следующем. Где у него? А, вот здесь. Вот. Вот она. Ага, ну да. Ну вот это пастель коленчатого вала. И вот эта трубка, да. И она вот идет вот таким образом и уже на вакуум и на управление. На хребень засолку. Постель. Постель. Ну, естественно, если колено... Хребень тоже, да, пострадал. Кладыш болтается немного. Прикрутим постель как бы на место. Проверим ее на соосность, какая будет смещение на элипс. И мы уже дальше будем вставлять список запчастей. И будем решать, что делать дальше. Ну да, надо будет посчитать все за и против, взвесить все хорошенько. Вот такое короткое знакомство с представителем типичным корейского дизельного моторостроения. Также хотим заметить, ну как бы даже не заметить, а дать некоторые рекомендации. Да, вот смотрите, это не первый случай, не единичный. Когда на маленьких пробегах вот к такому приводит эксплуатация. Это как бы здесь ремонт, но я не знаю, что здесь. Здесь просто взять, собрать все и отправить на переплавку, да. Скажу, что средний ценник на двигатель за 600 тысяч рублей на такой. Поэтому при выборе автомобиля мы, наверное, порекомендуем все-таки пока оставать старые надежные чугунные блоки. HB, да, D4 HB они еще как бы более себя зарекомендовали. Ну, конечно, только не евро шестой. Эта экология, она его и убивает. Да, все-таки искать евро пятый, HB, HA. Да, они более надежные. Через всякий примочек, тем он дольше служит. А если вы рассматриваете к приобретению с двигателем HE, то надо еще учесть тот факт, что они не отшиваются программно. Экология там, вы будете, то есть, всегда ездить с экологией. Она пока отсутствует, да, у нас. Мы не можем удалить экологию. Прошите, это и есть такое. Вот такая вот печальная история. Так что, ребят, думайте, хорошо, грамотно взвесить перед приобретением автомобиля, чтобы потом не искать контрактный или какой-то двигатель или запчасти. Все, на этом все. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...